Рыба не очень активна, но и клюнула, в общем, под берегом. Щуки в Латвии выглядят так. Красота? Ну, поздравляю. Спасибо. Поклевка уже была. Так. Поможем, так сказать, избавить ее от крючка. И отпустим в освоятие. Когда у меня нерест начинается в ваших краях? Где-то в апреле. В апреле? Да. Давай, щуренок. Ой, уплывай, мой хороший. Вот оно, начало. В русском стиле. Начали мы сегодня с щуки. Длина реки Гауя – 452 километра. Падение реки – 234 метра. Она берет начало около холма Элкукаунс на центрально-видземской возвышенности. Река равнинная. Препятствий нет. Берега поросли лесом. Река Гауя, хоть и протекает по равнине, но в связи с крутым нравом, вместе со своим притоком, рекой Амата, причислена к категории горных рек. Здесь, в отличие от реки Салатса, покупать дополнительную лицензию для рыбной ловли не нужно. Достаточно иметь одну общую, действующую на всех водоемах Латвии. Лицензия у вас есть? Конечно. Непременно. Даже две. От воблерной темы переходим к колеблющимся блеснам. Мы еще вчера решили, что если не сработает план А – ловли на крупные воблеры, будем переключаться на план Б – ловить на колебалки. Тем более, что здесь есть свои тонкости и секреты. И вроде бы, конечно, все мы когда-то в детстве ловили на колебалку и помним, как это делается, но на самом деле такая ловля довольно технично и сложна одновременно. То есть нужно четко контролировать ход блесны, подавать ее около самого дна, при этом стараться не зацепить его за подводные какие-то препятствия. Очень здорово освежаются навыки. Ну и зона, конечно, облова блесной на порядок больше, чем воблером. И заброс дальше, и она дрейфует в таком очень широком секторе. Вот после заброса я ничего не делаю, даю возможность ей упасть на дно. Жду, жду, жду. Вот она касается дна. И я начинаю крайне медленную проводку. Для того, чтобы она просто шла на дном под действием течения. Самый шик в такой ловле, как говорят местные ребята, подобрать вес блесны такой, чтобы вообще не нужно было делать никакую проводку, чтобы блесна шла только под действием течения. И шла как раз на дном. А пока мы объясняли вам тонкости ловли на колеблющиеся блесна на быстрых латвийских реках, самый юный участник нашей экспедиции Артем просто взял и поймал кумжу. Спокойно. Дальше не форсируй, не форсируй, не форсируй. У меня рыба. Видите? Там на сапле держится, на самом деле. Быстро хватает. Нет, не подожди, вот так просто. Фантастика. Красавец, а? Кумжа хорошего размера. Ну, он чемпион. Бери за хвостик ее. Поздравляю. Только зайдите, я туда ее не удержу. Засуни рядом с моим пальцем. Вот, видишь? О, там же ничего нет. Смотри, уже ничего нет. Руку дай. Да он пока еще не в себе. Да не бойся, она не кусается. Иди, бери. Хвостик всегда прямой. Словно отрубленный. Посмотрите на этого парня. Пойдемте, большие дяди, займемся делом. Может быть и нам повезет. Этот лосось чисто мой. Что тут сказать? Ну что ж, тема хороша рыбалка. Помимо мастерства, всегда должна присутствовать удача. И доля этой удачи неизменно делает ее непредсказуемой. На примере этого юного рыболова мы увидели, как легко получить вирус, который, наверное, заразил его на всю жизнь. И теперь этот маленький парень будет любить реку со всеми ее обитателями. И я надеюсь, армия рыболов пополнилась еще одним увлеченным человеком. Лососьевая рыбалка, как оказалось, совсем непростое занятие. И на фоне этой невероятной красоты поймать лосося к умжу оказалось совсем непросто. Мы проехали эту реку навсквозь. Нас было 10 человек, включая тренера российской сборной по спиннингу, включая чемпиона и победителя всевозможных соревнований, включая местных ребят, которые собаку съели на ловле лососьевых. Но, тем не менее, удача распорядилась так, что судьба этого маленького человека пересеклась с путем этой чудесной кумжи. Так закончилось наше рыболовное приключение на реке Гауя. Но Андрей Старков не мог так просто сдаться и уехать в Россию, не поймав балтийского лосося. На следующий день он вернулся на салоцу. Поймал, да? Поймал! 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 Хороший, хорошенький! Ух ты га! Спокойненько, 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 спокойненько. Не спеши, он тебя сейчас еще повытаскивает, пусть немножко устанет. Не надо. Ключевой момент, благодаря которому Андрею удалось поймать балтийского лосося на реке Салоца, это проводка и правильная подача блесны. Очень важно грамотно подобрать тест удилища и приманку, а также выполнить траекторию проводки так, чтобы приманка не застревала в камнях и при этом шла у самого дна, иногда подчеркивая его. Это довольно сложный технический прием, требующий многократных тренировок на водоеме. В России эту технику можно отрабатывать ловящуку на мелководье. Я не представляю себе, кто это. Ну, бери за хвост. Вот ты, рыба! Держи за хвост, и он спокойный. Держи за хвост. Все. Ну, похож он на мамонта, да, исторически. Да, похож. Похож? Да. Дай, пожалуйста, паскодубцы. Да. Дай. Солнце против шляха. Солнце очень приятно. Это тебе будет трофейная фотография. Да. Надо немного дать рыбе успокоиться, прийти в себя, подержать его на струе, чтобы рыбка начала самостоятельно стоять, провентилировать ей жабры, так сказать, и уже после этого отпускать. Он тоже устает, как и я, во время борьбы, плюс еще какие-то минуты мы тратим на фото, и нужно дать рыбе возможность восстановиться полноценно. Вот он уже подает признаки жизни активные, еще немного, и можно будет отпустить его. Ну, вот, кажется, тот самый момент. Все, что мы хотели, исполняется, и сегодня все исполнилось. Мы сделали большое дело, приехали в Латвию, поймали лососи. Нет слов. Спасибо, река. Спасибо, ребята. Супер. Спасибо. Спасибо, ребята. Продолжение следует...